Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева о том, как живут цыгане, о деятельности национально-культурных автономий, о мифах и реальности. Будем говорить сегодня в нашей студии председатель Совета молодых лидеров, студентка Диана Сличенко, председатель национально-культурной автономии Самары Василий Кутенков и вице-президент федеральной автономии российских цыган Николай Вербенко. Здравствуйте! Здравствуйте! — Скажите, пожалуйста, чтобы мы представляли масштабы, сколько цыган вообще проживают в Российской Федерации, в России и в Самарской области в частности? Ну, чтобы мы понимали, о каком масштабе мы говорим. — Ну, в Самарской области проживает около 20 тысяч, а в Российской Федерации около миллиона, более миллиона. — Да, кстати, вот я зашла на сайт, и там написано «нас уже миллион», да, то есть вы заявляете об этом смело, миллион, ну, это как город Самара, да, ну, чуть меньше, вот чтобы мы представляли масштаб. — А есть ли в нашей области такие локации, где сконцентрировано проживают цыгане? Вот есть такое, мы вот говорим часто там, Зубчининовка, да? — То есть компактно. — Компактно, да. Село Яицкое, да, вот, да? И еще где-то. А в основном, вот как проживают цыгане? Везде понемножку или есть все-таки свои такие поселения? — Ну, наверное, в 56-м году, когда цыгане кочевали, в 56-м году вышел указ и оседлый образ жизни. Хрущев такой и создал указ. И поэтому цыгане вот где кочевали, где прибыли какую деревню, там и остановились. — А вот в области нашей, где эти места, чтобы мы тоже знали? Ну, это интересно. Проезжаешь и не знаешь, вот где-то. — В области компактного проживания это Самара, поселок Зубчининовка, Яицкое, Толевый и так далее. То есть, а большая все концентрация — это в Зубчининовке. — Угу. — Город Тольятти. — Тоже. — Очень много цыган. В Сызрани, в Кенеле, в Борском районе. — Понятно. — То есть везде, как вам сказать, есть концентрация, мало цыган, а есть очень много. А самый вообще большой, наверное, город — это в Москве, в Подмосковье. — Понятно. Ну вот теперь мы представляем географически. Диана, расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Кто у вас родители? Что из себя представляет ваша семья? — Ну, мой отец — предприниматель. Мама не закончила исторический факультет университета в Азии, Казахстан. Вот. Работала некоторое время в НИИ по ракетостроению. Вот так вот неожиданно туда попала. Вот. И остальное время работала в ДПО мастером. Ну и сейчас уже на пенсии. — Понятно. Вы одна в семье дочь, да? — Да, я одна, у меня есть старший брат по отцу, родной. Вот. — Понятно. Вы выбрали для себя какое образование? — Ну, всю свою жизнь я планировала... Ну, осознательную свою взрослую жизнь я планировала стать филологом. Очень хотела. Всегда этим так увлекалась. Лингвистика, литература. Очень хотелось. — И что произошло? — В последний момент, когда уже подала документы, подала в педагогический наш, прошла на бюджет и, ну, уже все планирую, думаю, сейчас вот поступлю, все. В последний момент посоветовала со своими родственниками, сама как-то подумала и решила то, что нужно податься все-таки в экономику, международные отношения. Я подумала, что для нации это будет, ну, более актуально на данный момент, мне кажется. — Видите, человек уже мыслит не только о себе, да? А для нации будет лучше. Вот это очень такая интересная мысль. Мне интересно, чем занимаются национально-культурные автономии? Какие задачи вы перед собой ставите? Потому что есть и на местном уровне, да, областном, городском автономии, есть на общефедеральном. Вот что вы хотите, чего добиваетесь? — Ну, в основном, что это? Сохранение традиций, культуры и языка цыганов. У цыган в Самаре проживает более 10 этнических групп, вот, поэтому... — То есть, наше представление о том, что цыгане, они все едины, вот цыганы есть. — Да, ну, есть, конечно, различия, поэтому вот создать такую азбуку одну мы пока еще не можем, потому что много этнических групп, и каждый разговаривает на своем этническом... — И вот это проблема на самом деле, да, получается? — Ну, оно не проблема, но самое главное, что мы тысячу лет без письменности и сохранили свою культуру, язык сохранили, это уже достойно уважения. — Да. То есть, вот таких школ национальных, да, цыганских нет пока, ни одной у нас? — Пока нет, да. — Или класс хотя бы, вот, чтобы... Такого нет. — А на федеральном уровне ставятся вот какие-то такие вот масштабные задачи? — Нет, на федеральном уровне, если говорить то, что мы прошли уже некоторые шаги, то есть начинали с нуля, 90-е годы дали возможность и создать организации, потому что впервые в истории России в Москве создана была организация, но она работала в меньшинстве. И вторая организация создана была в 93-м году, которая легитимная организация, зарегистрированная, легитимно избранный лидер. Это Вербенко Николай Федорович в городе Самаре. Вы понимаете, обидно и досадно, что в этой жизни случилось такое с нами, что, не имея земли, не имея флага и Родины, мы рассыпались по всему миру. Ориентировочно, что произошли из Индии, точно до конца мы не знаем, откуда мы произошли. И вообще мы считаем, что если мы живем в России, то мы россияне, это тоже наша страна, наша Родина. И более стабильно, по всем фактам, более стабильно цыгане живут в России при всех режимах. Интересно. И власть относится более-менее к нам. И мы вроде бы с культурным преобразованием России, и мы преобразовываемся со временем. И 90-е годы дали нам очень много для того, чтобы мы все-таки создали даже первоочередные советы, потом организации. И вообще очень сложно было, потому что у нас нет начальников, нет президентов, не было и так далее. Если говорят цыганский миф, что цыганский барон, это подразумевается тот, который человек в своем клане постарше. И, наверное, по уму, потому что он больше верит, приходит к ним за советом. Ну, то есть до сих пор ситуация регулирует совет старейшин, да? Старейшина совет. Да, до сегодняшнего дня. А вы как-то хотели бы изменить ситуацию или нет? Согласно российскому закону и нашей обычаи, то есть решает все совет старейшин. Конечно, мы идем к этому. То есть не может быть такое, то есть более преобразование или создание каких-то общественных организаций, и работая с многими уважаемыми людьми, с руководством, то есть не идти вперед. То есть мы мечтаем, наверное, на будущее. Я бы, например, честно хочу сказать, не хотел бы быть там, заниматься политикой, в общем-то. А я бы хотел, чтобы мы жили среди русских, среди других наций, которые населяют нашу страну, но политически не преследуя ничего. Возрождались в национально-культурном возрождении гражданина России и все. Но чисто национально мы бы хотели бы тоже иметь там свои школы, свой язык, национально-культурное возрождение. То есть наши ремесла, которые национально не были. Ну, конечно, со временем преобразовывают, со временем, ну, современностью. Вот я поэтому и спрашиваю про задачи, чтобы понимать, к чему вы стремитесь. Вот давайте на примере села Яицкое рассмотрим, как живут цыгане. Вот интересно же, мы даже вот если мы мимо проезжаем, мы же не знаем, как устроен их быт. Чем они занимаются? Вот вы сказали уже про ремесла и так далее. А в нынешней, настоящей жизни, как все это происходит? Ну, на самом деле, у них было ремесло лудильщики, это этническая группа Котляри. У них было ремесло лудильщики, они профессиональные были. И до того уровня, когда вот появился пластмасс, вот этот пластмасс бизнес вытеснил вот их мелкое вот это изделие, это ремесло. Они лудили бачки, ведра. Молодой мальчик, которому еще маленький, 12-13 лет, он мог уже сделать ведро, бачок, буквально выйти его на дорогу продать и заработать деньги. Им не нужно было ни образования. С 7 лет они уже получали свое ремесло и начинали уже работать. Были уже профессионалы. Сейчас, конечно, вопрос серьезный, тяжело для них. Почему? Потому что их ремесло ушло, заработка нет. Они не могут адаптироваться в современное общество, так как нет образования. У некоторых даже нет паспортов, документов. Они не могут этого добиться. Вот этим всем бы и заниматься как раз вот ассоциацией. Этим мы занимаемся, но, конечно, нам нужна поддержка государственная. Без государства мы сами ничего не сможем сделать. А вы как-то вот с властями устанавливаете контакты, связь, ну, чтобы вот эту поддержку получить и контактировать. Не то, что вот вы нам дайте, а вот на каком-то взаимообмене. Да, мы вам вот это сотрудничество. Конечно, конечно. Хочу продолжить, вот добавить к Василию Дикторовичу разговору, что общество цыган не давало сама раскрыться. То есть наши обычаи дисградировали некоторые направления, потому что девушки у нас должны были выходить замуж честными и так далее и тому подобное. Мужчины должны были находить возможность зарабатывать и так далее. Вот общество наше и организации дало право, то есть преобразовываться, учиться свободно, то есть все, и совет нарешен, и все поддерживали. Вот звездочка, которая сидит возле нас, это наша звездочка. Школу закончила золотой медалью. Экономический университет теперь, да. Да, представьте, она с молодого, была очень, с маленьких лет, очень грамотная девочка, умница была и так далее. То есть вот это наша перспектива. Да, это пример для других. И что характерно, что умы пропадали в узком кругу, не работали на большую аудиторию. Сейчас возможности есть. Если человек умный, то есть помощь, поддержка и так далее. Но без государства, без своего поддержки, вот как Василий Викторович сказал, мы не можем некоторые вопросы решать в полном масштабе. Да, мы двигаемся, мы хотим это решить, но возможности нет. Взаимодействие с руководством, вот как Вы сказали, то есть должны быть у нас. И мы должны быть и в общественных советах. Конечно. Мы должны быть и представители выдвигаться, и в законодательные органы. Конечно. Потому что эта поддержка цыгана была бы на высшем уровне. Не политические преследования. Почему бы и дипломаты бы не были, отстаивали наши государства на каком-то уровне. И я хочу Вам сказать, что жалко, что очень много времени прошло в замкнутом ключе. Но вот с 90-х годов руководство, то есть, дало возможность нам самораскрыться. И спасибо, конечно, Владимиру Владимировичу. То есть, очень помогает, идет на встречу и так далее. И наш президент входит в совет президента. Ну вот. Понимаете? Это уже важно. Перспективы, они всегда есть, поэтому нужно видеть цель и на препятствие не обращать внимания, а стремиться к тому, чтобы ее реализовать. Диана, я хотела у Вас поинтересоваться. Вашей семье традиции цыган вот как-то чтут? Вот мне, например, неизвестно ничего про цыганскую кухню. Есть ли у Вас какие-то блюда такие, что Вы готовите на праздники, еще что-то? Конечно. Это вот Ваша. Одежда, да, мы вот ее все видим и представляем, что это такое. Конечно, да. А вот еще что-то? Традиции, ну, уйма. Их очень много. Сколько? Вот какие? Если говорить именно о кухне, ну, всеми знаменитый цыганский борщ, естественно, секретные ингредиенты я не говорить не буду, но он есть. И, ну, даже самые обычные блюда, которые делают и другие нации, даже те же пельмени там или еще что-то, все равно какой-то вклад национальный, он, ну, присутствует. А в виде чего это интересно? Какой-нибудь там ингредиент, там, в пельмени что-нибудь доложить или еще что-нибудь. Ну, обязательно что-нибудь вот такое есть. В праздниках тоже вот у нас есть традиция на Рождество. Какого числа вы? Вы так же, как и у нас? Ну, я уточнила на всякий случай. На Рождество, на Сочельник. Вечером варится компот, называется «Звар». Вот. У нас название такое, да? Интересное уже. Ну, то есть это компот из сухофруктов. Вот. Глава семьи, ну, то есть старший, обычно это отец или дедушка, берет рис, кутя называется, у нас, ну, тоже там определенная готовка, обмакивается вот в этот вот «Звар» и бросается в потолок. Так. И вся семья должна ловить этот рис. И кто больше поймает, у того больше счастья в этом году будет. Чем больше прилепится к потолку, тем больше будет счастья в доме в этом году. Ну, и насколько хорош этот год будет. Ну, в общем, вот такая вот интересная традиция уже как раз накануне праздника. Я вам хочу честно сказать, что у всех наших людей в нашей стране одни и те же обычаи только. Некоторые придерживаются еще старинушки, а преобразованные люди более европизированные. А мы придерживаемся тех, и даю вам слово, очень много случаев с русскими обычаями, и у нас такие обычаи. Только еще по старинушке, вот как-то... Да, ну, нужно же это сохранять в любом случае. Нужно сохранять, понимаете? Не то, не... да, да, нужно это сохранять. И вот я говорю, то, что она говорит, и у русских есть, и у нас есть. И мы как-то, вот, сочетая эти праздники, православная вера, то есть мы вот православные, у нас есть и мусульмане, а вот православная вера, то, что примерно у русских, ну, чуть-чуть, может быть, по старинушке более придерживающе. А так, в общем-то, ну, это Новый год, есть Новый год, Рождество и Пасха, да. Все современное. Да, все. Вот, кстати, о современности. Чем больше информации, тем лучше. Вот как вы добиваетесь того, чтобы информировать других представителей других национальностей о своем? Допустим, ну, вот как вы используете интернет-возможности, еще что-то? Есть у вас такое? Вот в чем важность этого? Потому что чем больше мы знаем, тем мы больше располагаемся и не боимся, и мифы у нас рассеиваются, да, потому что понятно, что вот сейчас, коротко скажу, вот наше представление о цыганах строилось там на трех-двух фильмах, да, там «Цыган», «Табор уходит в небо» и еще там какой-то фильм, да. И вот мы думаем, что вы в кибетках по полям, там по разным сторонам и весям шумной толпой, да. У меня внучок, внучок, ему три года, и он утром без телефона не может. Вот видите, а меняется и время, и возможности, и так далее. Что вы говорите? Он вообще сам находит, я ему говорю, включи телевизор, выключи телевизор, переключи программу. Три годика ребенку. Я не говорю уже о девочке, там 10 лет, внучка. И вот прогресс этот, вы знаете, я вам хочу сказать, опять повторяю, что есть семьи, которые более современные, более европейзированные, а есть семьи, которые вот у них немножко, да, немножко, да, все-таки вот они живут в своем таком ключе. А мы современные люди, то есть у нас точно так, как у всех. Да, и тогда оставьте, раз мы современные. Еще все вот эти стереотипы о цыганах, это то, что о цыганах ничего не знают люди. Расскажите! Поэтому наша задача, наша задача, конечно же, это нужно телевидение, чтобы было. Газеты были свои, книги были и так далее, у нас это все. Но без государственной поддержки мы не сделаем этого. Спасибо, вот сейчас администрация города продвигает нам вот этот сайт, создает сайт этим, в этом сайте мы будем писать о традиции цыган, о культуре цыган, допустим, та же кухня, тоже будем эти все национальные цыганскую кухню будем, и уже люди будут видеть, что, чем цыгане занимаются, где работают и так далее. А так не знают, конечно, они думают, вот цыгане просто кочуют и все. На самом деле, что они делали? Они были кузнецы, лудильщики, торговцы лошадьми. В одной деревне они купили лошадь, больную, скажем так, пока в другое едут, они ее уже вылечили, 2-3 недели, месяц вылечили, она уже здоровая лошадь, они в другой деревне ее продали. Также приехали в эту деревню, кому нужно там что залудить, спотковать лошадей, допустим, что-то, изделие какое-то сделать, лопаты, буравчики там и так далее, это они могли делать? Пожалуйста, вот они и кочевали с деревни в деревне, вот в своем ареале, скажем. Понимаете, поэтому сейчас наша задача рассказать всем жителям Самарской области и вообще России, как живут цыгане, чем занимаются, чтобы не было вот этих стереотипов, чтобы не было вот такой межнациональной розни, скажем. Ну, такой розни-то нет, конечно. Вот я хотела еще такой момент творчества. Ну, все мы знаем, что цыгане-то, ну вот, опять же, что поют, танцуют, делают это великолепно. Это люди настроения, которые могут дарить настроение и настрой. Вот творчество как-то продвигается? У вас есть задачи своих вот таких звездочек творческих на федеральную, мировую сцену? Вот как-то вот это развивать, направление? Не потому что вы талантливы в этом отношении. У нас есть детские ансамбли, у нас есть придом культуры «Луч», там занимаются дети у нас. Потом есть ансамбли уже, которые как бы профессиональные, скажем. Но они сейчас не востребованы, почему-то, не знаю. Если раньше было при Советском Союзе около ста ансамблей в России, около ста цыганских ансамблей, и во всех городах они выступали, во всех селах и так далее. У нас был цыганский ансамбль «Тернен», где руководитель был Алексей Панфилович Горохов. Он по всем деревням ездил, потому что люди работали на фермах и так далее, им некогда было выезжать в город. И они ездили по этим колхозам, скажем так, и выступали. Так и надо сейчас это возрождать. И более того, на конкурсах различных, вот, говорили же, мы сейчас вот сидели, перед эфиром вспоминали певицу вашу замечательную, Леонид Северденко, которая дошла до голоса и продемонстрировала всем свои возможности, да, вот, еще раз. И вот больше, 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 потому что это то, что вы умеете. Мы говорим, нужна поддержка государственная. Ну, просто так они не поедут в деревню, это же расходы, понимаете? Вот ваша община, совет старейшин, вы же тоже можете как-то выдвинуть, наверное, тоже отправить, помочь, или хотя бы вот напутствовать. Вот это творчество стало, как вроде бы, бизнеса. И нужны большие деньги для того, чтобы реализовать, даже талантливые, если девочки, мальчики, молодежь и так далее, но очень много нужно денег, чтобы реализовать, понимаете? Даже среди наших современных певцов, есть, которые выходят на уровень на какой-то, а есть так и в ресторанах, там, и есть очень хорошие певцы, которые не вышли на какой-то уровень. Это сейчас бизнес, то есть деньги решают очень многое. Даже есть неталантливые люди, которые выходят за счет денег на какой-то уровень. Да, есть же конкурсы такие общедоступные, где уж не так вот, ну, ребенка отправить, ну, не так уж и много, может быть, нужно денег. Вот это вот я хочу, чтобы... Я хочу сказать, талант все равно найдет себе. Да, ну, это, вот видите, такая точка среди. То есть, а ярко выраженных таких, ну, может быть, есть у нас, но они все равно как-то в тени. Понятно. Потому что нет такой возможности. Вот если говорить о национальном статусе цыган в России, он какой? Как его можно определить? Как его можно определить? Я вам хочу сказать, что положительно. А знаете почему? Я вам сейчас объясню. Мы просто политически благонадежны. Так. Не лезем в политику. И по всем данным историческим никогда не было предателей Родины. Никогда. В наших палатках, в нашей одежду национальную переодевались и разведчики, и даже очень многие партизаны и так далее. И даже цыгане участвовали в движении партизанских. Так что я хочу в этом отношении, да. Никто нам не виноват, что у нас такой имидж. Безусловно, работая наши члены совета старейшим или ярко выраженные лидеры, работали бы с государством ближе бы в те времена. Больше бы было бы ярко выраженного что-то цыганского. А вот сейчас, понимаете, есть негативы в том, что по определению или по виду оценивает людей. Если она одета в цыганскую одежду, то к ней относятся пренебрежительно, что о, там или торгуют наркотиками, или воруют, или еще что-то. Я вам хочу честно, утвердительно сказать, что среди каждой нации есть прекрасные, хорошие люди, на ком основа держится. В семье не без урода всегда бывает. Но, честно говоря, у нас есть прекрасные артисты, как Николай Алексеевич Сыченко. Есть выдающиеся люди, которые Георгий Степанович Деметер, который был профессором. И даже в космосе, в авиационной промышленности и так далее. Очень много есть людей, но очень мало людей. Потому что, если образ жизни и не внимание властей, то этот ум или этот талант пропадает в узком кругу. Если дать ему возможность и даже, знаете, любому человеку за добро сказать ему спасибо или за его талант, человек предрасположен к тому, чтобы он сделал больше и лучшее. И самораскрыться. Что еще нас менталитет подводил в том, что мы жили в замкнутом круге. То есть мы ярко себя не показывали, не фигурировали. Я как-то баллотировался в депутаты. И вот моя рекламка и тезисы. И вот проходят люди и смотрят, говорят, я не пойму, кто по нации он. А так говорят, это цыган. Она говорит, ух ты, цыган даже стал в депутаты баллотироваться. То есть никогда не было, чтобы вся моя автобиография была на виду. Как-то скрывали все. Скрывали, что цыгане и так далее. Потому что все равно отношение к цыганам было негативное. Потому что цыгане, вот, менталитет выработали. Но никто в этом не виноват. Мы сейчас стараемся доказать, объяснить, что мы тут же не хуже других. И хотели бы жить и развиваться в таком человеческом направлении. Почему даже к евреям отношение было другое? Самая нация такая, которая финансисты всего мира. Говорят, что еще умные. Ну, дай Бог им здоровья. Правда же? Если они умные, финансисты и так далее. А цыганам из-за того, к ним отношение было то, что они, ну, как сказать, ворули там и так далее. Сложилась вот такая ассоциация. Да, но это же можно исправить и нужно это делать. Это только открытость может вот все это переменить. И в годы геноцида больше уничтожали евреев и цыган. Да, ну, конечно, мы все знаем эту историю. Да, Диана, вот я хочу вас спросить. Вы интересуетесь историей, кто такие цыгане, национальные черты цыган, какие вот присущи цыганам? Вот что вы уже успели узнать? Конечно. Ну, я достаточно много копаюсь в истории своей семьи. Вам может быть трудно говорить, потому что вы представляете, конечно. Но все равно. Ну, конечно, ну, историю про геноцид, это всемирно известная. Ее, наверное, даже вспоминать не стоит. Оно было и было. Вот. Ну, я много копалась в истории семьи своей. Дедушка у меня тоже был на войне, Второй мировой, разведчиком. Вот. Получил даже ранение. Вот. Ну, много довольно-таки историй интересных, можно узнать, услышать. Ну, много чего. А вообще, вот, когда говорят цыгане, да, это какие люди, вот, чаще всего в вашем общении, какие черты им присущи? Ну, в основном, конечно, все разные. Гостеприимство. Это, наверное, вот самая такая яркая черта гостеприимства. В любое время приди в гости к цыганам, всегда тебя соберут на стол, даже самое последнее, если тебя даже не ждали, соберут все просто, все, что можно, посадят, начнут с тобой разговаривать на любые темы, всегда это так свободно, легко. Ну, не чувствуешь никакой дискомфорта, скажем так. Вот. Поэтому гостеприимство – это, наверное, сам такая ярко выраженная черта. Дружелюбие также. Да, ну, в общем, хорошие люди. Хочу у вас, Василий Викторович, поинтересоваться. Ближайшие планы, вот вы, есть городская организация, да, и задач много, как вы сказали, мы хотели бы это, это, это. Вот, что делается в настоящее время, к чему вы идете сейчас, что в ближайшее время может быть? Ну, развивать нужно автономии, чтобы это было и областные автономии по всем регионам. Вот с Николаем Федоровичем сейчас будем ездить по регионам, сейчас вот будет предвыборная кампания, и цыгане тоже должны голосовать. Да, потому что это право ваше, да. Да, и мы тоже, идет подготовка, и мы должны также с цыганами работать, вот, где-то какие-то есть правовые нарушения, мы должны тоже это устранять, потому что есть тоже очаги такие, вот, где-то дискриминации и так далее, и мы должны приезжать и объяснять, если со стороны цыган что-то неправильно. То есть правовая грамотность, да, вы же юрист, да, ну, шванг. Федорович юрист, он как раз вот этим занимается, по всем регионам, со всех регионов звонят, вот буквально недавно вот в Ульяновске произошла какая-то там ситуация, и Николай Федорович... И вы можете помочь конкретно своим, благодаря своим знаниям юридическим. Да, а вот, извините, на всероссийском уровне съезда собираются цыган или нет? Вот интересно, потому что... Я вам хочу сказать, уровень города или области и уровень центра, конечно, безусловно, то есть на федеральном уровне, да, национальная автономия собирают и съезды, и семинары, и круглые столы, и встречи, да. Вот это самое главное, чтобы вы не как вот разбегались, да, вот что здесь, вас немножко здесь объединялись и становились сильнее. Спасибо вам большое за участие в эфире, исполнение ваших таких серьезных планов, всего хорошего. Спасибо вам за внимание, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!